Что ты делаешь? Хочу узнать, ходила Виктория к Кейту или нет. Она же сказала, что пойдет. И нечего на нее давить. Сказала, чтобы отвязаться от меня и получить свои серьги. По-моему, она вполне довольна, что в несчастье с Кэти винят тебя. Я это докажу. Иден, Кейт, это моя проблема. Я справлялся с ним долгие годы еще до твоего появления. Да уж, прекрасно справлялся. Он разрушил твою семью, спровадил твою жену в сумасшедший дом. Извини, но методы Кейта куда жестче твоих. Это не оправдывает тебя. Тори обещала сделать то, что надо. Я знаю, каково жить мучаясь виной. Поверь, это мощный стимул. Прости, но я не верю в ее мучения. Они нужны, чтобы люди не потеряли к ней интереса. Для нее это украшение. Как дорогие духи, например. Иден, ты, кажется, меня не слышала. Я сказал нет. Почему? Я не знала, что ему сказать. Почему не рассказать всю историю? Потому что история затрагивает больше, чем события того дня. Мне показалось, что Кэти грозит беда, но я не позвала спасателей. И дело не только в этом. Я хотела, чтобы она увидела нас с Крузом. Может, я все-таки желала ей зла. Вот в чем вопрос. Ты заманила ее туда, чтобы она увидела вас вместе. Иден, перестань. Если мы хотим докопаться до истины, давайте говорить правду. Тогда мне как раз и хотелось, чтобы Кэти узнала правду. То, о чем ты твердишь сейчас. Ты вряд ли в этом признаешься. Но я думаю, ты хочешь обидеть меня. Пойми, не все так просто. Я не могу пойти к Кейту и взять на себя вину, пока не пойму, в чем я виновата. Если ты расскажешь Кейту все от начала до конца, ему этого хватит. А мне нет. А что с сережками? Они в надежном месте. У тебя в руках единственная улика. Если не ошибаюсь, ты сама ее отдала. Под честное слово. С уговором вытащить тебя из лужи, в которую сама посадила. Кому за все отвечать, Виктория? Иден, хватит на нее давить. Нет, не хватит. Из-за этого ни тебе, ни мне нет покоя. Ты не знаешь, что сделал Кейт. Чья в том вина, Виктория? Я пойду к Кейту, раз обещала. А я не собираюсь стоять в стороне, глядя, как Тория расхлебывает кашу. Ты хочешь до конца прояснить случившееся с Кэти? Прекрасно. Но это заденет и меня. Ты ничего не сделал? Именно. Я там был. Я все видел. Я ничего не сделал. Я промолчал и велел ей тоже молчать, а значит, так же виноват. С точки зрения морали и закона. Если она пойдет к Кейту, пойду и я. Нет. Кейт, ты же говорил, что тебе предъявят обвинения. Иден, пару минут назад тебя это не беспокоило. Ты призывала других посмотреть в лицо правде. Кейт разрушит твою карьеру. Он бы посадил тебя в тюрьму, если бы мог. Именно это я и пытался объяснить тебе. Идея состояла в том, чтобы отделаться от него. Часть всей идеи, которая тебе по душе. Но хочешь не хочешь, возникнут последствия. И раз ты настроена так упорно, давай со всем покончим. И ты позволишь ему это сделать? Нет, я не хочу его впутывать. Секунду. Разве ты не хочешь взять меня с собой, когда пойдешь к Кейту? Кажется, я могу ответить за нее. Я хочу пойти одна. Не верю. И не пущу тебя. Встретимся в Ориент-Экспресс. Я устрою, чтобы Кейт пришел туда. Ты уверен? Разговор закончен. Пожалуйста, не надо. Я не этого хотела. Ты хотела положить конец этой истории. Вот этим я и занимаюсь. Да. Тори, это я. Немного задержусь, извини, я тут замотался. Да, я ожидала, что после моего ухода у тебя возникнут сложности. Это не важно. Мы встречаемся с Кейтом через полчаса. Я недавно с ним столкнулась, но не знала, говорил ты с ним или нет. Ты ему ничего не сказала? Нет, ты велел подождать, я послушалась. Хорошо. Никуда не ходи. Я буду через пять минут. Ты меня не слушаешь, просто не верится. А мне не верится, что ты не слушаешь меня. Ты готов рискнуть всем из-за того, что Виктория лгала, а говоришь, что у меня нет уверенности. Видно, тебе это нравится. Ты стараешься, чтобы ее не было. Пойми, Итан, ты требуешь невозможного. А неудачу принимаешь за знак того, что между нами не лады. Выдумываешь, будто нашим отношениям что-то грозит. Словно тебе хочется их испортить. Ты подспудно желаешь, чтобы мы потерпели крах? Это так или нет? Нет. А мне кажется, так и есть. Если все прекрасно, все в порядке, ты ухитряешься все испортить. Хочу тебя попросить, не путай меня со своими родителями. Мои родители ни при чем. Твоя мать ушла из семьи. Отец отослал тебя прочь. Хочешь верь, хочешь нет, но я не сделаю ни того, ни другого. Не надо подвергать меня психоанализу. Проблема в другом. Это одна часть проблемы. Другая заключается в том, что ты, как назло, столкнулась с опасными и гадкими событиями моей жизни до встречи с тобой. К тебе снова возыграли детские страхи, что тебя бросят. Мне очень жаль. Но сейчас я делаю то, на что ты меня толкала с момента появления Виктории в городе. Я пытаюсь услать ее прочь, надолго. Для этого надо освободиться. Вот и все. Это очень просто. Так что же с нами будет после того, как Кейт расправится с тобой? Почему ты не подумала об этом, прежде чем загнать ее в угол? Неужели ты решила, что я брошу ее одну, а сам останусь в стороне? Ах, вот как. Теперь я наказана. Дело не во мне и не в тебе. Дело в Тории. Не заводись. У меня нет выбора, иначе я поступить не могу. Все сводится к мужской гордости и твоему потрясающему благородству, да? Ты должен туда идти и сделать это ради Виктории и ради своего прошлого. Мне жаль, что ты так безупречен. Будь ты как другие люди, нам бы жилось легче. Гораздо легче. Подожди. Ты меня не бросишь. Я не дам тебе такой возможности. Ну, ты готова? Нет. Ну, разве это важно? Да, я забыла тебе сказать. Кейт показал мне дневник Кэти. Даже прочел мне отрывок о тебе. Он тебя ненавидит. Тем более надо объяснить ему, как и почему все произошло. Мы добьемся своего, если он поймет, как бессмысленно кого-либо винить. И, может, всем нам станет спокойней. Покой. Неужели ради него женщина стала бы так рисковать? Мне и подумать страшно. Ну, понять не трудно, учитывая обстоятельства. Если он поведет себя честно, мне кажется, проблем не будет. Давай тоже поговорим честно. Ты ведь здесь не из-за Кейта. Не из-за раскаяния. Ты пришел, чтобы сохранить свои отношения с Идом. И поэтому тоже? По-моему, только поэтому. Только? Да. Ты пришел сюда, чтобы Иден не сомневалась. Чтобы успокоить ее. Но это ничего. Просто нам обоим надо понять, почему ты здесь. Боюсь, ты заблуждаешься насчет причины, Тори. Я тоже многого боюсь. Не столько своей вины. И не столько встречи с Кейтом, сколько потери. Страшные потери. Какой потери? Я вот-вот потеряю единственное, чего хотела в жизни. Не знаю, малышка, ничего нового я тебе не скажу. Но нельзя же уходить от человека, которого ты будешь любить всю жизнь. Порой мне кажется, я не могу остаться и все преодолеть. Ты должна непременно найти способ. Взгляни на меня. Я так несчастна из-за разлуки с Си-Си. Вот этого я не понимаю. Что происходит с тобой и с папой? Я знаю, это связано с тобой и с Джиной. Что она натворила? Не могу рассказать тебе, хоть и хочу. Слишком многое от этого зависит. Но скажу одно. Я должна была остановить Джину. Может, если бы я упор не боролась с самого начала, это не зашло бы так далеко. Я знаю, что она мстительна и мелочна. Но я не поняла, как она опасна, Иден. Ты должна бороться за Круза. За, а не против него. Знаю, иногда думаешь, одно выходит другое. Но не отталкивай его. Порой я сама не знаю, что делаю. Обещаю себе о чем-то промолчать. А потом возьму и скажу, что не надо. Мама, Круз считает, что у меня жажда самоуничтожения. Может быть, он прав? Не допускай этого. Я знаю, ты можешь справиться. В любом случае, не теряй его. В любом случае, Субтитры сделал DimaTorzok